конечно хотелось бы жить так как мы жили в 90-х то есть крутой автомобиль крутые проблемы у дебилов которые вас подрезают и вас въезжают но видите не судьба да приходится и растаможку платить и не ездить на нормальных автомобилях за дешево от 4 точнее от 7 до 15 лет возраста хотя такая судьба и в египте и в турции и в таиланде ну так вот государство заботится о своих производителях ну да ладно сейчас есть возможность все-таки на вторичном рынке купить иномарку ездить на ней и даже если это иномарка немножко покоться на помятые побиты сделать ее незадорого можно здесь на сурикова 11 и вы наверное задумались куда из автостопа пропали машины да по сути то что продается в россии машинами это назвать можно но это никак не произведение искусства машины закончились в прошлом веке и началась японо-корейская не пришить кобыле хвост европейская штамповка автоширпотреба это факт как и факт абсолютной трусости и серости магнитогорских автоиздоков их имеют и на работе и в жизни и начальство и банки но они тупо и безраздельны верят в благости ипотечного рабства и сказки с утилизацией и кредитованием с данного автохлама в обмен на автохлам новый мало того они униженные оскорбленные вот только кем на работе ведут себя в мягко говоря неадекватные на дороге мало того они не умеют считать деньги и тратить их как ни странно да их разводят легко как лохов страховые компании сервисы и вот они бывшие крутые на новом но ширпотребе стоят и моргают аварийками и даже если ущерб на 500 рублей а что говорить про тысячи там и ступор и кончилась жизнь такой ненавистный нам запад живет он несколько другим понятием на что там запад и восток и африка все те 9 миллиардов человек не входящие 135 миллионную армию самых мудрых россиян центра публик вот они простые правила ездить на машине от 10 до 15 лет от роду это дешевле в несколько раз чем на новой отремонтировать также ее в несколько раз и дешевле проще также как и на фаршировать ее по самые не хочу теперь последний алярм или ахтунг все то что вы сейчас видели в оконцовке стоит не дороже 20000 долларов и это полностью восстановленные работоспособный автомобиль это внимание включает себя капремонт или установку нового двигателя коробки трансмиссии все это в тюнинге полную обварку и переварку кузова инсталляцию очень конкретно музыкальная визуальная аппаратура естественно с электропроводкой и полную покраску кузова с шумкой и антикором и все это по цене новой вашей любимой такой пластмассовой погремушки теперь и еще про одну особенность россии умом не понятый у нас мегаперцы офигенные умеют работать только дорогими материалами помнится мегаперец реальный как то втуле блоху подковал не имея электронного микроскопа естественно типа дорогие материалы проще просто скоммуниздить и при небольшой цене за ручки шаловливые маржа будет немалая а вот пример ручек честных и правильных у нас есть специалисты которые реальную цену дают и главное это за нее и делают не набивая карманы свои скотскими рыданиями о нехватке материалов и понтами кривыми не взвинчивая окончательный прайс эта копеечка как-то ехала на утилизацию да и внезапно не доехала до нее ее полностью выпотрошили почистили поправили и добавили элементы борзоты шарма и навороченности разноцветная покраска воздухозаборники альтернативная оптика замена стекла всего на другое старые ручки дверей и зеркала до свидания теперь этот автомобиль выглядит круче всего что продается в магнитке отечественного и иностранного этот кабыздок в толпе выделяется и а не теряется и самое главное на таком автомобиле ездит и такой автомобиль содержит настоящий крепкозадый автолюбитель они автопользователь безмозглый естественно все это чудо сделано ручками которые вы все знаете и это клуб феникс теперь я думаю говорить об авторитетности и умение делать чудеса этими специалистами далее смысла нет машина вот просто меня поразило казалось бы другие сервисы просто ремонтируют меняет крылья капот и ну такие вещи как крупно узловая замена назовем их вы что сделали из этого автомобиля мы сделали машину которая будет на дороге выделяться то есть из минимума того что нужно было и минимум вложение минимум стоимости автомобиля ну я бы сказал что работа серьезная сколько обошлась туда полная покраска просто по проказку и речь идет сейчас там была не только покраска то есть автомобиль был еще немножко гнилой его пришлось полностью разобрать все дырочки подлатать подварить все выровнять он был кривой к тому же еще и покрасить вот это вот красиво все обошлось работа 60 тысяч рублей то есть мы можем говорить о том что человек ну на mercedes десятилетним может он не выкидывать в утиль так получается я думаю что да можно и не выкидывать попробуйте из таких машин что-нибудь сделать красивое эксклюзивное мы говорим про ржавчину про вот эти все дела которые присущи машинам из челябинска екатеринбурга москвы но это очень серьезная работа что там надо уметь главное уметь хорошо разобрать автомобиль вот залатать все эти дырочки в нужном правильном порядке обратно собрать при этом еще можно сделать и шумоизоляции кое-какие детали интерьера подчинить подремонтировать что-то можно где-то перетянуть кожей заново и такие вот вещи нужно уметь а машина может дальше эксплуатироваться потому что кто-то говорит что крыло бы сгнило и все до свидания выкидывайте свой автомобиль да нет ремонтируется почти все в автомобиле конечно интересно работать с теми машинами которые сделаны из железа гнется все но последние машины это не совсем автомобили из железа ну да новые корейские автомобили они конечно очень тоненькие совсем там максимум экономии с железом они бьются так весело хорясь и почти полморда обвалилась склеим придумаем зафиксируем да конечно обязательно все склеим зафиксируем и мне бы хотелось услышать мнение специалиста дело в том что ну понятно я дам человека бы отмажированный но преимущество покупки нового автомобиля но по моему не совсем правильно потому что новые запчасти других денег стоит да конечно тем более если совершенно новые модели автомобилей там пока и ценовая категория почти очень высоко в некотором случае можно попасть при достаточно небольшом ударе на весьма ощутимую сумму на многих топовых моделях да она очень большие сумма то есть вывод вывод нужно ездить не очень новеньких автомобилях тоже для выгоды полезно либо очень аккуратно ну не знаю сейчас аккуратно сложно ездить так получилось что нас не влюбили многие в смысле конкуренты нас влюбили клиенты их количество увеличилось и это не может не радовать но те кто не влюбили имеют такую интересную особенность сделав автомобиль ну и на косячи всячески прятаться такое иногда случается что ну кое-что бывает вы свой автомобиль в каком состоянии отдаете клиенту бывает конечно и у всех нюансы не косячить тот кто ничего не делает мы конечно него не прячемся потому что нам прятаться некто это вот мой дом я здесь живу и все свои погрешности убираем обязательно порядке все убираем то есть пока не доведен до нужного состояния машину не отдаем конечно сумма 60 тысяч рублей за полную покраску автомобиля пусть и небольшого типа вас 21 01 зато какую покраску не может не удивлять автолюбителей и не огорчать ну тех кто дерет цены это их проблема кстати в конце сюжета вам небольшой совет если вы хотите быстро отремонтировать свой автомобиль в любом случае будь то это слесарка будь это жестянка вам необходимо приехать на любой сервис не в тихушку у сторожа поинтересоваться где находится отстойник если в отстойнике больше двух-трех машину надо сильно-сильно подумать суриков 11 в отстойники вот только один автомобиль восьмерка это кастом то есть следующий проект который будет делаться здесь в клубе феникс как сюда добраться ну в принципе понятно это поселок крылова водонапорную башню знают все в смотровую площадку рэпа тоже если доехали до смотровой площадки то налево поверните там дорожка не ахти если чуть-чуть раньше повернете то по хорошей дорожке до примыкания вот сюда доедете и вот здесь потом рядышком располагается привозите свой автомобиль быстро вам его сделают